В состав группы вошли представители Кубанского парламента и Краевой администрации. Заместитель председателя комитета ЗСК Александр Шустенков сразу обозначил главную тему. Деревья очень долго растут, и в том виде, в котором сложился природный баланс этой зеленой зоны, со своим микроклиматом, со своей фауной, флорой, пусть даже в этом плане минимальной, мы сами никогда ее не восстановим, она должна будет полностью загодя восстанавливаться. А ученые считают, что для даже маленькой экосистемы нужно не менее 50 лет, для того, чтобы она восстановилась. В настоящее время в муниципалитетах Кубани работает расширенная комиссия, которая подробно изучает ситуацию в крае с зелеными зонами. Ее участники собирают и анализируют информацию. Идет подготовка проекта постановления, цель которого – приумножить зеленый наряд нашей малой родины. Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих парковых территорий, а также планируется развитие зеленой зоны бульвара на Пионевском проспекте, на предмежных территориях Ченгутских озер, вдоль улицы Железнодорожной, рядом с ученым ключом апопарков и так далее. Марина Марченко отметила, что администрация принимает меры по изменению вида разрешенного использования земельных участков, включенных в зону зеленых насаждений. В 2015 году на содержание и восстановление зеленых насаждений парков, скверов, прогулочных зон курорта выделено свыше 58 миллионов рублей. По состоянию на 20 июня 2015 года за счет средств муниципального бюджета высажено 2592 штуки деревьев и кустарников, отремонтировано 1,3 гектара газонов на объектах зеленого фонда курорта. Заключены муниципальные контракты на сумму 35 миллионов 577 тысяч рублей, предметами которых является озеленение территории муниципального образования.